всем привет парни не прошло и года как приехали ко мне вейдерсы я сразу вырвался их протестировать на рыбалку вы видите перекат мелководный за моей спиной и сейчас попробуем что-то поймать погода стоит предгрозовая духота 30 градусов но я все равно чуть сорвался поехал вейдерсы новые протестировать посмотреть что к чему так что всем приятного просмотра и кстати сегодня с новым комплектом это violenta форелевая палочка до 5 грамм у меня давным-давно была мысль протестировать посмотреть что к чему с мелкими букашками с мелкими таракашками смотреть как сочетается кноп деревянные вот эта ставка под дерево очень прикольно смотрится так что поехали сегодня у меня такая коробка маленькая приманок ну и плюс там еще в догонку две коробки есть которые там разбиты кренками разными миножками тоже которые по весу более-менее подходит чтобы побросать этой снасти так что все вперед но вода не теплая ни разу скажу я вам или вообще в позатом также ветер дул я закинул ветром выдуло и на ветку печальная история сейчас вот здесь буду брать вот но это какой-то вообще я не знаю это похоже опять на то же самое ну да смотрите это опять же он рот вниз у него это явно не голова какой-то рыбец или как ли под уст как называется да блин дайте я выпущу сейчас не смотреть то есть вот такой с головлем туго ловлю что есть короче это размер у него как под копирку хотя того я поймал приманка было поменьше здесь приманка то такая опять но это уже другой смотрите но опять же тоже не голова не голова ребят три поклевки познаю силу ультралайта беру короче это количество ну на такую палочку вообще приятно выручить такие рыбки доставляют прям удовольствие на такую снасть делегатно вообще бомбочка минусы только в том что если ветер дует конечно мелкие приманки далеко не забросить и парусность возникает а так чисто почилить где-то на речке сама она приятно причем от приманка она же весит смотрите вот он три с половиной вроде грамма такой жук но он достаточно крупный вот мы вы можете с кнопом катушки сравнить и рыба то не боится кушает а есть это уже головой до головой какой головой смотрите смотрите с палочкой еще происходит а какой красавчик он он прям скушал пошел все убежал тоже кое-что обмываю вейдерсы что называется жук это от хантера карабас или как-то он там так на за но это я так прочитал на своем языке пинков такой он заглубляется немного и такая у него игра активно он есть в двух исполнениях вот это крупно еще есть маленький маленький там там 200 грамм на маленькую это кстати разрывал одно время был у нас там ролик в том году я на маленькой речке ловил тоже уже такое время было июль когда рыба особо уже не реагирует и на что наелась разных приманок и вот он меня выручил я прям таких спортивных наловил души рекомендую сидит-сидит тихо тихо ф Welda Такой кроссовчик. Так. Давай. Пошел. Отлично. 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 Спортивные. Спортивные, но тяжеленькие такие. Я таких люблю. Сейчас немного перекушу. Отдохну. И проработаю оставшийся участок реки здесь. Сейчас вам покажу. Потому что осталась одна батарейка. Ну и здесь в принципе. Назад у меня уже желания нет. Короче туда идти, там что-то пробовать, ловить. Так что вот так этот участок остался. Немного туда вниз спущусь. Дальше там ямка такая. Ну там по берегу вообще никак не вариант пройти. По воде тоже. Да и в принципе там места такие. Ну щука может попасться. Но блин это не с этой палкой нужно делать. На камеру конечно это не видно. Но ветер приличный. Сразу, сразу, ребят. На первом забросе. Вот это уже покрупнее. Опять на этот воблер. Смотрите просто. Он просто в шахте у него. Даже не видно. Сейчас выпущу. Ну что ты, ты только что брыкался. Всё давай. Смотрите. О, вот он. Блин, надеюсь это не он же. Ну это бойкий, слушайте ребят. Не, это не он. Это трубы. Смотрите. Тот был битый. Вот так. Блин, только выключил камеру парни. Такой удар. С такими шлепками. Блин, вот это туша. Смотрите, что делается. Ну это подкилошник. Смотрите, какая блямба. Виолента. Виолента. До 5 грамм, ребят. Что творится. Это просто пушка. Это просто пушка. Смотрите. Жук этот просто в гландах. Обалдеть. Обалдеть. Пошёл, пошёл, а то я его замучил. Показало всего, кстати, 700 грамм. Похоже, что я отвык от такой ловли. Но как он вылетел. Я потом только кнопку нажал. Это было что-то. Я думал там килограмм. Но прям железобетон. Но оказалось меньше. Сейчас вот здесь попробую. Раз-два, раз-два. И к тачке. Блин, а чё тут тяга-то такая. Всё. Батарейки все у меня сели. Завершил рыбалку. Еду домой. Блин, чуть не забыл записать это окончание видоса. Потому что, блин, ехал там по трассе, а мне солнце, короче, светит сбоку. И засвет был. Половил нормально головля. Потестировал вот эту палочку виолента, форелева. У меня, кстати, вот были давным-давно мысли. Ещё как-то год назад. Даже, наверное, не год назад. На позапрошлой выставке мы трясли вот эти форелевые. Именно виолента она немного построже, чем такая зелёная тоже от наутилуса. Вроде Trout Spirit или как там модель называется. Ну, короче, зелёная. Она вот зелёная, она на потрях такая более лапшистая. А вот виолента она вот буквально на пол мизинчика побыстрее. И вейдерсы, кстати, я обновил. Половил всё. Размер подошёл. Всё нормально. Брал Cola Salmon, регуляр модель. Потому что, ну, вроде как, хорошо отзываются о Cola Salmon, именно о вейдерсах. Ну, как бы, буду пробовать, буду пробовать. Вот что, сами понимаете. Это, по большей части, это лотерея. И зависит от того, насколько у вас интенсивные рыбалки. Насколько вы много перемещаетесь, в том числе и по суше. Мембрана это и стирается. И тогда, ну, швы начинают пропускать там и тому подобное. Вот. И также, если кому интересны снасти наутилуса, в какой-то мере, будь то вот эта палка, Виолента, либо какие-то другие, 20% по нашему промокоду от цены срезается. Тоже оставлю в описании. Вдруг кому-то пригодится. Ну, и плюс вот этот джук, он зарешал. Сегодня я его практически не снимал. И таких хороших головлей поймал именно на него. Как бы там, ну, такое стечение обстоятельств. То есть сейчас жара, 31 градус, пекло такое. Там грозы дальше рисуют по прогнозу. И он такой, ну, размера такого вот подходящего. Не маленький, но и небольшой прям. И он вот немножко погружается прям вот настолько. Для головля это важно очень часто. Потому что сверху он может не брать. Вот бросаешь вот такие какие-то жуки, которые вот настолько заглубляются. Он тогда клюет. Причем он его съедал. Ну, просто вот вы видели в заглот. Потом без щипцов никак не достать. Даже относительно мелкий. Так что вот такая ситуация. Все. Спасибо вам за просмотр. Спасибо, что остаетесь с нами. Обязательно лайкните это видео. Вступите в наш телеграм-канал. И подпишитесь на группу ВКонтакте. Все. Спасибо за внимание. До новых встреч. До новых встреч.